А теперь то, что происходит в мире репродуктивной медицины в мире. И здесь, конечно, очень значимая, мне кажется, статья, которая вышла на прошлой неделе в журнале Science. Вы знаете, что это один из известных и старых журналов, который посвящен науке, не только биологии, но и другим отраслям. Проблемы, которые обсуждаются на фундаментальном уровне, очень значимы. Публикация в журнале Science бывает достаточно значимой. На этой неделе появилась статья, которая называется Exploring Early Human Embryo Development, то есть, исследование развития эмбриона на ранних сроках. И статья довольно-таки известных авторов, это Джанет Россан и Патрик Тэм. Джанет Россан, это врач, вернее, биолог-исследователь, которая работает, родилась она в Великобритании, но работает сейчас в Торонто, в Канаде. И профессор Тэм, это профессор, который работает в Сиднее, этнический китаец, родившийся в свое время в Гонконге, когда Гонконг еще входил в Британское Содружество Наций. Эти два автора в свое время совместно издали достаточно фундаментальное руководство в 2002 году, которое называлось «Развитие мыши», то есть, посвященное эмбриологии мышей. И что пишут эти авторы вот в этой статье, которая, в общем-то, возможно, знаменует собой появление, ну, то есть, фактически, революцию в биологии, которая, как всегда, наступает достаточно иногда неожиданно. То есть, эти авторы пишут буквально следующее. То, что в настоящее время эмбриология человека зашла в тупик с их точки зрения. И эта тупиковая ситуация связана с тем, что мы не получаем достаточное количество сведений, которые касаются именно развития эмбриона человека, которые позволили бы расшифровать ряд механизмов, которые возникают внутри организма женщины во время имплантации бластоциста, после имплантации бластоциста и на этапе ранней плацентации. То есть, они говорят о том, что достаточно хороший прогресс был достигнут в изучении тонких механизмов, которые управляют эмбриональным развитием и имплантации у мыши. Мышь является такой очень значимой моделью. Но оказалось, когда начали сравнивать то, как развиваются эмбрионы человека и как развиваются эмбрионы мыши, то полного соответствия между тем, как идет это развитие, какие-то есть расхождения. В частности, они говорят о том, что если взять эмбрион человека на пятый день эмбрионального развития, то есть это тот этап, на котором проводится подсадка эмбриона в полость матки, то у человека идет разделение на наружную трофэктодерму, эпибласт, примитивную энтодерму и окруженную этими слоями так называемую внутреннюю клеточную массу ICM. Так вот, если уже к пятому дню, к аналогичному дню развития у мышиного эмбриона это разделение происходит полностью, то у эмбриона человека детерминированность развития разных листков еще не полностью определена. И в частности, если взять на этом этапе клетки трофэктодерма человека, то из нее можно вырастить полноценный эмбрион, то есть специализация вроде бы уже пошла, но если мы берем клетку у такого эмбриона, то из клетки трофэктодерма можно вырастить обычный нормальный эмбрион. И это говорит о том, что специализация клеток человека и формирование вот этих листков на этих всех стадиях идет не одинаково. И они говорят, что это достаточно серьезная проблема, потому что часто бывают волны, то есть когда идет развитие эмбриона на малых сроках, там происходят волны стирания и повторной уже другой записи так называемого геномного импринтинга, то есть идут своего рода эпигенетические волны, которые могут быть у человека совершенно другими. И это будет говорить о том, что из-за этого мы многого не можем понять. И вот они ставят так вопрос следующим образом. На сегодняшний момент имеющиеся в распоряжении эмбриологов так называемые двумерные среды позволяют выращивать эмбрион человека примерно до 12-дневного состояния. То есть это с учетом того, что обычно эмбрионы человека подсаживаются в полость матки на сроке 5 дней, то это 5 дней плюс 5 дней плюс еще 2 дня. И дальше в этих средах эмбрионы человека развиваться уже не могут, потому что происходит после 12 дней распад этих эмбрионов. Это первое. И второе, то что они говорят, то что мы мало того, что не можем изучать эмбрионы, которые имеют стадию, когда уже идут активные процессы имплантации и плацентации, но также и кроме этого существуют юридические ограничения. То есть они говорят, что некоторые юрисдикции, формулировка такая очень обтекаемая, некоторые юрисдикции позволяют исследовать эмбрионы человека, которые получаются в результате ЭКО, до 14 дней. Почему это идет такое ограничение 14 дней? То есть 14 дней, это срок, который соответствует последнему дню до задержки менструации. Если идет обычный менструальный цикл, то тогда овуляция происходит на 14 день цикла. В этот день происходит зачатие и это нулевой день развития эмбриона. Соответственно 14 день это 28 день цикла. И следующий день это уже является 15 день. То есть 4 дня, 4 недели беременности плюс один день, это уже 15 день. И большинство, так называемых юрисдикций, на которые ссылаются эти авторы, не разрешают никакие исследования с человеческими эмбрионами, которые проходят после вот этого срока. Почему? Потому что начиная с 15 дня развития беременности, начинается развитие нервной системы у эмбриона. И поэтому по этическим соображениям те страны, а это далеко не все страны, которые разрешают эксперименты над плодами человека, над эмбрионами человека, то уже с этого срока обычно запрещаются любые совершенные эксперименты с этими эмбрионами, человеческими эмбрионами. Потому что эмбрион воспринимается с точки зрения этической и легальной, как человеческий организм. Но они пишут, что из-за того, что идут вот это вот четырнадцатидневное ограничение юрисдикции, мы получаем очень серьезные проблемы, потому что мы не можем изучить процессы, которые значимы для того, чтобы можно было в дальнейшем решать проблемы. Они ссылаются на проблемы со здоровьем будущих детей, потому что мы просто не знаем, что реально происходит в полости матки на биохимическом и генетическом уровне с эмбрионами вот данной стадии у человека. Они говорят о том, что есть методика, есть методика, которая позволяет редактировать гены. Она называется КРИС-СП-КАС. То есть, это методика, которая взята была у бактерий, у которых существует так называемый горизонтальный перенос генов. То есть, мы можем взять ген, отредактировать его и вернуть его на место с помощью таких векторных систем, которые позволяют эти гены редактировать. И таким образом, на ранней стадии мы можем отредактировать гены у одного из бластомеров. Дальше из этого бластомера вырастить полноценный эмбрион. Эмбрион этот – подсадить в полость матки. И таким образом, данный эмбрион будет свободен от генетического какого-то генного дефекта, который был у родителей. И это позволяет рассчитывать на рождение ребенка. То есть, идет вот такого рода аргументация. И они говорят, что получается, что существуют очень серьезные юридические помехи для того, чтобы можно было проводить исследования над эмбрионами на этом сроке. Но, с точки зрения технической, как говорят эти авторы, эти авторы являются наиболее, одним из наиболее авторитетных лиц в области работы со стволовыми клетками и в области биологии развития. То есть, это не случайная статья, которая так просто случайно появилась. Это выражение целого, как бы, с круга мнений и определенного круга медицинских кругов, медицинской общественности, которая занимается этими вещами, что вот нужно как-то принимать решение об этих 14 днях на официальном уровне. Почему? Потому что уже разработаны, так называемые трехмерные среды, которые позволяют воспроизвести ситуацию, которая имеется в полости матки у женщины. И тогда, в этих трехмерных современных средах, человеческие эмбрионы могут проходить и 14-дневную стадию развития, и остальные стадии развития также. И ставя так вот задачу, достаточно категорично, что нам нужно работать над эмбрионами человека после того, как уже проходят вот эти сроки, которые ограничивают возможности работы над эмбрионами человека, как они говорят, в некоторых юрисдикциях. Потому что есть огромное количество юрисдикций, где такие эксперименты запрещены вообще. То есть, вообще нельзя проводить никаких экспериментов над человеческими зародышами, потому что считается, что это новое существо, он маленький, но все-таки человек, над которым нельзя делать никаких абсолютно экспериментов. Какие пути обхода вот этого 14-дневного ограничения, или 14-дневного запрета, предлагают авторы в этой, как я сказал уже достаточно революционной статье, которая может быть пройдет и незамеченной, но мне кажется, что она появилась далеко не случайно, именно сейчас. И что они предлагают? Первое, что они предлагают, это то, что, в общем-то, можно использовать не мышиные эмбрионы, а эмбрионы приматов и проводить исследования над обезьянами, эмбриональная программа которых очень близка к программе человека. И мы тогда будем получать гораздо больше информации по поводу эмбрионов обезьян, чем мы получаем эмбрионов, при изучении эмбрионов мышей, для того, чтобы можно было выводить какие-то выводы по поводу того, что же происходит реально у человека. Но тут же они оговаривают, что да, вот эта методика имеет свои перспективы. Но, имея эти перспективы, такая методика все-таки столкнется с тем, что существует, как они говорят, Animal Ethics, то есть этика, которая связана с общением с животными или законодательством в сфере обращения с животными. И что здесь, конечно, мы попадаем в такую зону, что вот как-то неэтично работать с такими эмбрионами, потому что защитники животных могут возражать против такого, но вот такой вариант возможен. Но существуют вот эти ограничения, которые связаны с этикой животных, или работы с животными. Второй путь, который они предлагают, это путь, который связан с тем, что мы работаем не конкретно с эмбрионами, а просто с клетками, которые получаются от эмбрионов. И они говорят о так называемых эмбриональных стволовых клетках, с которыми можно работать в разных направлениях, то есть получать какие-то отдельные листки, которые будут имитировать развитие тканей эмбриона на разных сроках, которые связаны с разными этапами развития. Но это будет не целиком эмбрион, а просто какие-то отдельные энтодермы, эктодермы и так далее. И данные, которые связаны с включением или выключением генов на этом этапе, они будут давать какую-то достаточно значимую информацию, которая касается этих вещей. Но тут же оговариваются и говорят, что все равно тогда мы не будем получать комплексного описания тех процессов, которые происходят. Потому что те процессы, которые сейчас достаточно хорошо изучены на животных, в частности на мышиных эмбрионах, говорят о том, что различные листки, различные закладки различных органов и систем, они друг с другом всегда взаимодействуют. И когда мы вычленяем какую-то уже ткань, находящаяся на этапе дифференцировки и выводим ее из того контекста, который существует при развитии внутри организма эмбриона, мы будем получать не совсем достоверную информацию. Полноту информации мы получать здесь не можем. И дальше начинается самое интересное. То, как они предлагают решить эту проблему. Решение проблемы предлагается весьма оригинальным способом. То есть они говорят о том, что можно взять у эмбриона так называемые стволовые клетки. И это уже не будут гометы. То есть мы берем у эмбриона одну клетку и пускаем этого эмбриона, то есть пускаем эту клетку по пути развития эмбриона. И дальше тогда получается, в результате такого пути развития мы будем получать не эмбрионы, а эмбрионоподобные структуры, которые, по мнению авторов, весьма напоминают эмбрионы. И тогда, как пишут эти авторы, если мы будем рассматривать вот эти эмбрионоподобные структуры, не как человеческие эмбрионы, а как некие экспериментальные объекты, над которыми можно проводить вот эти все эксперименты на всех практических стадиях развития внутриутробного плода, то тогда, в общем-то, здесь вообще оказывается так, что мы можем договориться, что предмет этики и юридические аспекты, которые связаны с экспериментами над человеческими эмбрионами, здесь будут неприложимы. И поэтому они предлагают ввести новые терминологии, то есть называть эти эмбрионоподобные структуры, которые весьма напоминают человеческих эмбрионов, и которые запущены в развитии стволовой клетки эмбриоидами. И тогда вот такая игра слова, что мы называем это эмбриоидами, приведет к тому, что можно тогда совершенно спокойно открыть все пути для того, чтобы можно было изучать эти эмбриоидподобные структуры на разных этапах развития, включая и выключая гены, делая различные нокауты, применяя методику генного нокаута генов, когда мы выключаем какой-то ген и смотрим, что происходит, делать редактирование генов с помощью вот этой методики КРИС-ПР и так далее. То есть мы можем тогда делать любые. И тогда у нас появляется слово эмбриоид. Дальше появляется слово, если мы имеем дело с бластоцистом, бластоид. Если мы имеем со следующим этапом развития эмбриона, тогда мы его назовем гастролоид. Ну и так дальше, если продолжать такой аналог, то тогда уже, если этот организм будет продолжать развиваться дальше, но они называют это не организмом, а некая entity, то есть некая сущность, которая очень похожа на эмбриоид, мы тогда можем получить на следующем этапе фитоида, и на следующем этапе мы можем получить гоминоиды, над которым тоже можно проводить любые эксперименты. То есть вот такая игра слова абсолютно на полном серьезе. То есть вы можете взять последний журнал Science и почитать, что существуют такие предложения, которые касаются того, что путем того, что вместо работы с клетками эмбриона, которые получены в результате оплодотворения сперматозовидой яйцеклетки, мы у эмбриона возьмем стволовую клетку и направим ее по пути развития целого эмбриона, если мы назовем эту структуру эмбриоид, или эмбрио-like structures, или эмбрио-like entities, то есть если мы возьмем это как подобные структуры, тогда можно проводить любые эксперименты. Ну, я не знаю, как к этому относиться, но, в общем-то, здесь дело достаточно серьезное, которое, конечно, требует того, чтобы просто, ну, по крайней мере, медицинская общественность, а может быть и общественность вообще знала о таких предложениях, которые действительно революционизируют науку. И здесь, конечно, мне напоминает все это мое общение. Мне посчастливилось быть знакомым с академиком Жеромом Лежоном. Это директор, покойный уже директор Института генетики в Париже. Очень известный генетик, который был первооткрывателем причины синдрома Дауна. То есть вот причину синдрома Дауна, что синдром Дауна связан именно с трисомией по 21-й паре, открыл Жером Лежон. И наше общение было где-то в 93-м и в 94-м году. То есть мы познакомились, когда он приезжал в Москву, и я помогал ему встретиться с академиком Бочковым. После этого мы еще встречались в Хьюстоне в Америке. И после того, как прошла еще пара лет, где-то в 95-м году, на одной из выставок ко мне подошел эмигрант русский, потомок грузинских аристократов, который сейчас живет в Хельсинки, Александр, и сказал, что вот профессор Жером умер. Он приехал ко мне показать мне перевод его статьи профессора Жерома Лежона, которая называлась «Человек есть человек есть человек». То есть вот эта фраза «Человек есть человек есть человек» это одна фраза, которая «The man is a man is a man», которая связана с одним из источников английской литературы. И там шла речь о том, что были замороженные эмбрионы, родители их развелись, и что нужно было делать в Англии с этими эмбрионами? Или подсадить их в матку женщинам для того, чтобы эти будущие маленькие человечки родились, либо их уничтожить, потому что отцы в это время развелись, будущие отцы развелись с матерями, и вот получалась такая очень сложная этическая проблема. И профессор Жером Лежон считал, что человек на этом этапе, начиная с самых ранних этапов развития, является уже полноценным организмом, который развивается. И этот полноценный организм нужно уважать. И если нам нужно проводить какие-то сложные эксперименты или же заниматься изучением этих структур, то мы должны все-таки находить какие-то другие пути для того, чтобы не проводить подобного рода экспериментов. Потому что, кто знает, в общем-то, может быть, дальше можно будет захотеть сделать такую гоминоидную структуру, над которой тоже можно производить какие-то эксперименты, редактировать гены. Вот это, конечно, с моей точки зрения, исключительно значимый для всего общества факт. Если такая система начнется, если мы начнем проводить редактирование генов, то тогда совершенно спокойно мы можем собирать новые организмы, менять гены, собирать хромосомы. Я просто помню, несколько лет назад в одной из передач канала Discovery показывали генетику, который испанец работал в какой-то одной из лабораторий, но, по-моему, не в Испании, в какой-то другой стране, который всерьез говорил о том, что он хочет, и несмотря на любые этические запреты, он будет этим заниматься, то есть он будет редактировать человеческие хромосомы, менять гены так, что в принципе можно совместить, допустим, очень талантливого футболиста с мозгом Эйнштейна и красотой, допустим, Олену Делона или кому как это все понравится. То есть вот это достаточно серьезно все. И то, что сейчас происходит, вот эта публикация в журнале Science мне очень напомнила роман Герберта Уэллса «Пища богов» The Food of the Gods. Роман, к сожалению, плохо переведен на русский язык. То есть есть несколько переводов, но все они страдают теми или иными недостатками. Но суть заключается в следующем. То есть описывается некая научная атмосфера научного общества конца 19 века Англии. То есть они собираются, они читают доклады, работает волшебный фонарь, который показывает слайды на стекле. Люди набирают какие-то пакетики с едой, и пока гаснет свет, успешно поглощают эту еду. И вот профессор Редвуд, биолог, который занимается динамикой развития, показывает, как идет развитие. Что в начале развития медленно-медленно-медленно-медленно, а потом вдруг случается скачок, и после этого скачка опять начинается более замедленное развитие. Этот скачок профессор Редвуд объяснял тем, что в питательной среде, в которой развивается организм, появляются некие вещества, которые резко стимулируют рост. Услышав этот доклад, химик Бентинтон вспомнил, что он выделил из растений, с которыми он работал, алкалоиды, которые вызывали мощный толчок роста. И вот из этого содружества идеолога, который сказал, что мы можем найти какой-то фактор, который вызывает резкий рост, и химика, который сказал, а я могу это сделать, получается вещество, которое получило название «пища богов», и которое привело к появлению абсолютно новой расы людей, то есть, людей, размеры которых многократно превышали размеры обычных людей. Ну и там описывается все эти коллизии, которые возникали в результате того, что старая раса людей, которая существовала до этого, столкнулась вот с этим новым, молодым и достаточно, ну, в общем-то, претендующим на достаточно хорошее такое главенство внутри общества новой расы. И это привело к тому, что фактически старая жизнь, которая характеризовала обычные какие-то отношения, она полностью исчезла. То есть, вот, и суть романа заключается в том, что вот эти вот революционные события, революционные известия в науке, они появляются из подваль, не сразу и незаметно. И вот, похоже, что вот это одна из статьи, статья, которая появилась в журнале Science на прошлой неделе, она знаменует вот одну из таких публикаций, потому что я думаю, что это не предложение, это уже некая декларация о том, что существует некое научное сообщество, которое приняло решение, что вот этот вот двенадцатидневный барьер развития человеческого эмбриона в среде питательной, он уже будет переден в ближайшее время, потому что разработаны среды, так называемые трехмерные среды, которые позволяют этим эмбрионам развиваться вне организма матери после 14 дней после 14 дней беременности. И нужно преодолеть этот 14-дневный барьер некоторых юрисдикций, который обязательно будет преодолен, так или иначе, в том числе с помощью вот этой игры слова. И поэтому наше общество должно быть готово к тому, что вот подобного рода, действительно, если подобного рода эксперименты начнутся, то тогда мы получим действительно совершенно новые методики, которые приведут к, возможно, рождению людей с совершенно новыми доселе неизвестными качествами. По крайней мере, конечно, вот такие опасения возникают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова